В организации этот УАЗ превратился в настоящего покорителя трофи-маршрутов. Всю работу по доводке техники автор проекта выполнял собственноручно. Детальное знание материальной части – необходимое условие успешного преодоления оффроуда. Я бессчетное количество раз видел именно описанную картину, когда человек забирал ключи из машины, отвалив там некую сумму денег большую. Получав такой подготовленный внедорожник по своим запросам, он тут же садился за руль, выезжал далеко-далеко по дороге, съезжал с дороги, техника у него ломалась. И все. И вот он находился там несколько дней в ожидании, пока приедет помощь к нему. И таких случаев, как я уже сказал, видел бесчисленное множество. Когда именно незнание о собственном автомобиле, не умение предвидеть его поломки, не знание технической части о том, как это работает, приводит к тому, что вместо получения удовольствия, ты имеешь на свою голову проблемы, связанные с остановкой техники и эвакуацией. Внедорожный арсенал любой оффроуд-машины определяется несколькими основными составляющими. Колеса, дорожный просвет, мотор, система полного привода. Безусловно, колеса. Это в первую очередь, это безоговорочно. Любая машина на правильных колесах становится уже серьезным внедорожником. Колеса в первую очередь стоят на первом месте. Причем колеса желательно специального протектора. Я имел свойство ездить на небольших, по относительному диаметру колесах, 33, достаточно злобного рисунка, и сравнивать свой автомобиль с теми автомобилями, которые ездят на больших колесах, больше, чем у меня, допустим, 35-36, но относительно беззлобные. Я могу сказать, что маленькие злобные колеса в проходимости существенно выше больших, но сликов. Поэтому на первое место я ставлю колеса. На второе место, безусловно, дорожный просвет. Чем он выше, тем дальше вы можете заехать. Но дорожный просвет, как я повторюсь, на больших, беззлобных колесах, он, в общем-то, полезен, может быть, будет только на какой-то пересеченной местности с твердым покрытием. А в грязи действительно бесполезен. Даже не садясь ни на какие, ни на мосты, ни на что, машина просто будет шлифовать грязь и никуда не двигаться. Я говорю это по своему опыту автомобиля Land Cruiser, который был оснащен резиной класса АТ, относительно большой. Не задевая ни одной деталью автомобиля за грунт, нигде не сидя, она, тем не менее, не имела возможности часто двигаться. Просто стоишь и шлифуешь, как по льду, колесами. Редукция. Чем она, пожалуй, ниже, до определенного уровня, тем лучше машина едет. Потому что, как я повторюсь, большое передаточное отношение трансмиссии позволяет двигаться с относительно медленной скоростью, не срывая колеса в букс и тем самым не закапывая автомобиль еще глубже. Но до определенного предела. Слишком большая редукция превращает автомобиль в улитку. И зачастую он просто не имеет инерционного хода, чтобы проехать какое-то место. После редукции стоит двигатель, на мой взгляд, в следующем нашем списке. Безусловно, двигатель для внедорожника должен обладать большим крутящим моментом, смещенным вниз. И желательно быть устойчивым к всякого рода вещам, типа воды и грязи. Чтобы он не в случае заезда вброд, например, не глох. В воздействии от попадания воды. Желательно двигатель, конечно, иметь большого объема, поскольку большая инерционная масса движущихся частей двигателя позволяет двигаться, также позволяет двигаться в натяг. Но тут вступает в противоречие то, что двигатель должен быть легким. Чем легче двигатель, чем легче машина, тем дальше она может заехать. Большая тяжелая машина с большим, хорошим, мощным мотором, с низким крутящим, большим крутящим моментом, низкой редукцией, тем не менее, не сможет так далеко заехать, как, допустим, какой-то легкий автомобиль с высокоборосятым двигателем. То есть тут надо смотреть пропорции веса, крутящего момента, опоры, ширины колес и так далее. Подготовка внедорожной техники к профессиональному оффроуду требует больших финансовых затрат. Колеса, лебедки, работы по монтажу – на все нужны деньги. Желающие сэкономить обращаются к продукции отечественных автопроизводителей. Главный аргумент не в пользу наших машин – низкая надежность. Но УАЗы по-прежнему в строю. Ни одно трофи-мероприятие не обходится без участия ульяновских внедорожников. Настоящие рамные джипы на неразрезных мостах постепенно снимаются с производства. Ну а УАЗ «Козлик» пока с конвейера уходить не собирается.